Ну а сейчас мы возвращаемся к одной из главных тем выпуска фильма про допинг, применявшийся якобы в российской команде. Этот фильм показал немецкий канал АРД. Наш политический обозреватель Ольга Скобеева прилетела в Германию, чтобы задать автору несколько принципиальных уточняющих вопросов. Вот чем это закончилось. Показав переписку, автор немецкого фильма про допинг в России нас действительно ждёт. Следуем за помощницей. Это не просто звёздный час. Международная слава, к Зеппельду очередь из журналистов. АРД, где вышла уже четвёртая по счёту разоблачения, арендует своему триумфатору гостиничный номер специально для интервью. Каждые 30 секунд звонки. Новые журналисты Зеппельд покажут комнату, где в спешке разбросал свои вещи, брюки, ремень, рубашка. Нет времени даже переодеться. Он стал по-настоящему знаменит. В своём фильме вы называете Муткони министром спорта. Вы называете его министром Путина. Почему? Я назвал его министром спорта 5 или 10 раз. Но вы должны понимать, что он под Путиным. Вот почему я и подчёркиваю, что он связан с Владимиром Путиным. Зеппельд действительно не говорит прямо. Он будто бы намекает. В фильме показано кладбище, где похоронен бывший руководитель Русады Камаев. Зеппельд тут же предполагает, умереть своей смертью, пусть даже больное сердце, кажется невозможно. Вы действительно считаете, что в России человека могут убить из-за Олимпийских игр? Я не знаю. Я могу вам сказать, что если вы получаете сообщения с угрозами для жизни, и вы журналист, то неважно, по какому поводу вы получили эти угрозы. Зеппельду многое кажется. Предъявлять доказательства он не считает необходимым. А вы не могли бы хоть раз показать нам эти материалы? Нет, у меня сейчас их с собой нет. Извините, меня немного удивляет то, что вы мне говорите. На интервью 5 минут без идиотских вопросов. Эта цитата Зеппельд резок, заметно вздёрнут, но кажется искренне верит, что вот-вот спасёт мир от российского спорта. Вам никогда не платили за материалы в вашей карьере? Никогда. Никогда в жизни. Я не агент, я журналист. Просто призываю людей самим начинать проводить расследования о допинге в России. Надеюсь, это поможет им обнаружить что-то, что не понравится господину Мутко. С господином Мутко личные счёты Зеппельд считает, что Мутко должен уйти в отставку и в наказание никаких Олимпийских игр. В детали Зеппельд вникать не хочет. Вы всё время ссылаетесь на то, что у вас есть некие записи, но вы их не покажете. Нет, я такого не говорил. Подождите, у вас об этом говорится в фильме. Ольга, Ольга, давайте-ка ещё раз. Секундочку, просто чтобы мы поняли, это очень важно для нас. Вы должны это понять. Мы, возможно, не едем на Олимпийские игры. Вот именно. И не вы. Вы не имеете никакого отношения к спортсменам. Вы что, друг спортсменов? Я пытаюсь быть другом своей страны. Почему? Вы не должны быть другом своей страны. Почему нет? Потому что вы журналист, вы должны быть независимой. Вы не понимаете свою задачу журналиста. Ваша страна не должна совершенно вас интересовать. Зеппельс приходит в ярость на этих кадрах. Хорошо видно, вырывает и вышвыривает за дверь микрофон. Сам берёт в руки штатив и тоже выносит за дверь, при этом требуя по каким-то причинам удалить весь материал. Ольга, это не имеет никакого смысла. Вы не понимаете, что вам не нужно гордиться своей страной. Интервью окончено. Дальше начинаются откровенные оскорбления. Почему вы такой агрессивный? Потому что вы глупые. Мы глупые. Да, вы глупые. Вы российские журналисты, которые гордятся своей страной. Вы что, глупые? Вам не нужно гордиться. Вам нужно быть последовательными. Уходите. Я не обсуждаю глупые вопросы. Вы погрязли в коррупции. Вот в чём проблема. Вы можете показать нам запись, просто чтобы мы понимали. У меня их здесь нет. Вы что, глупые? Вслед за штативом, за дверь выталкивают оператора, но съёмка всё-таки продолжается. Хорошо слышно. Главный герой, президент Путин, Зеппель неожиданно вспоминает ещё и про панамские документы, считая это своим итоговым аргументом. Так что получается? Вы хотите сделать историю о том, какой ужасный Путин. Скажите честно. Нет. Вы хотите рассказать, что Россия плохая? Плохая, плохая, плохая. Вы жертва всего мира. Ой, вы такие несчастные. Так страдаете. Весь мир против нас. Ой, мы жертвы. Боже мой. Боже мой. Уходите сейчас. Пожалуйста. Я больше не могу слушать эту чушь. Немецкий журналист Зеппель обещает то вызвать полицию, то забрать отснятые материалы, то просто сломать нашу камеру. Я сейчас вызову полицию, если вы не уйдёте. Если вы не понимаете роль журналиста, посмотрите на себя в зеркало, какую чушь вы несёте. Вы гордитесь Россией, мои атлеты. Да это не ваши атлеты. Я должна взять свои вещи. Наверху мои вещи. Можно их забрать? Уходите, Ольга. Но моя сумка там. Что вы делаете? Перестаньте. Вытолкав нас за дверь, Зеппель пускается в драку. Хватает оператора, вырывает из рук камеру, выбегает за нами на улицу и начинает следовать по пятам. Прямо сейчас вы видите, Хайо Зеппель продолжает нас преследовать. В его руках микрофон телеканала России, он по каким-то причинам отказывается его нам вернуть. Вы можете дать мне микрофон? Вы его ссорили? Хайо, почему ты взял мой микрофон? Я не звоню полицию. Да, вы можете звонить полицию. И я расскажу вам о хранениях. Да, мы можем. Вы можете, что вы хотите. Вы можете. Вы видите, Хайо Зеппель продолжает преследовать нас. Он идет буквально по пятам на протяжении уже последних 30 минут в руках. Я повторяю его, наш микрофон. Микрофон немецкий журналист вернуть отказался. Немецкий журналист предъявляет по-настоящему любопытные обвинения. Вот только что он позвонил в полицию. Вот видите, в его руках микрофон. Для того, чтобы сообщить, что в действительности мы не журналисты, что мы самозванцы и вторгаемся в его личное пространство. Это при том, что именно Зеппель преследует нас, а не наоборот. Преследование продолжалось 30 минут.